МОЙШЕ 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 Здравствуйте! Один еврей однажды пришел к Ребе и говорит, Ребе, у меня такие проблемы, такие проблемы, я просто не могу их вынести. Ребе отвечает, Мойше, Бог каждому дает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Или ты да-таки можешь вынести эти проблемы, или это не твои проблемы. Вы хотели бы узнать, почему и как измеряются объем и количество проблем, которые происходят в вашей жизни? Тогда я вам расскажу сказку. Это новогодняя сказка. В Торе подробно расписаны инструкции для празднования Нового Года в синодальном переводе праздника Труп и Судного Дня. В попытке осмыслить эти заповеди появилась такая стройная система, объясняющая всякие зачем и почему. Давайте вспомним, что эти праздники еще не осуществились в Новом Завете. Мы их ждем, мы только гадаем, что и как это все произойдет. И вот по этому поводу мы поговорим о новогодней сказке. О еврейский Новый Год, как это все интерпретируется. В Новый Год, еврейский Новый Год, когда солнце стоит в зодиакальном знаке весов, Бог взвешивает поступки всех людей на земле. Помните фразу «Ты взвешен на весах и найден очень легким». Вот это было по этой системе. Открываются соответствующие книги и люди делятся на то, как написано, чтобы Бог воздал каждому по делам его. В Матвея 16, 27. Чтобы Бог воздал каждому по делам его. И записывается и оценивается все дела. Итак, есть совершенные праведники, у которых в будущей жизни им гарантирован рай, а в этой жизни у них будет все получаться. И есть законченные злодеи, которые в будущем мире попадут в ад, а в этом мире у них все плохо. И с этими категориями людей все ясно. Остается 99% населения, такие как мы с вами, середнячки, которые есть хорошие поступки и есть не очень хорошие. И вот там это все оценивается. Есть счет всех хороших дел и счет всех плохих дел. И это все взвешивается. Итак, это предварительно оценивается у людей, у кого больше плохих дел, у кого больше добрых дел. Все взвешивается, описывается. И перед Новым годом и Судным днем есть 7 дней, когда на этот баланс еще как-то можно повлиять. И после этого на Судный день выписывается бюджет, что человек получит в течение наступающего года. Итак, есть хорошие люди, у них, скажем так, 70% хороших дел и есть 30% плохих дел. Куда его записать? В ад или в рай? Запишем в рай. А что делать с этим счетом 30% плохих дел? Ему это, понимаете, туда в рай не войдет ничего нечистое. И вот за вот эти 30 плохих дел человек должен рассчитаться здесь, на этой земле. Если он за них рассчитается здесь, то там уже он приходит чистенький. И поэтому, да, ему не дается все эти неприятности в оплату за его 30% злых дел. Все сразу. А распитывается на 12 платежей в течение всего года. Там прокол в автомобиле, там стиральная машина сломалась, там зарплату задержали, там заболел. Ну, по чуть-чуть, не все сразу, не все сразу, так, по чуть-чуть. И есть злодей, да, у него, что, у него 70% плохих дел, но есть и 30% хороших. Его приписывают, что в будущей жизни он попадет в ад, но у него же есть 30% хороших дел. Что с ними делать? Награды за эти 30% хороших дел он получит здесь, в этой жизни. И, значит так, телевизор работает всегда, холодильник полный всегда, он просыпается и у него все получается. Но потом уже, когда это все заканчивается, он кончается у него лимит 30, награды за 30% хороших дел, потом уже он оказывается в аду. Вот такая хитрая система. Вот, и, знаете, самое интересное, что, скорее всего, она была сделана, придумана, в писании четко не описано, но вот было так придумано, как вот это все происходит. И очевидно, что писатели Нового Завета, они имели эту систему в виду, и из этого вот в церкви появилось такое учение, что в этой жизни мы страдаем, а в той наслаждаемся. Давайте посмотрим пару мест из Библии. Во-первых, виден этот принцип в жизни Моисея. Моисей два раза ударил по камню, чтобы... И это было ему зачислено как грех. Наказание за этот грех он получает здесь, на этой земле. Он не входит в землю обитованную, вот это его наказание. И поэтому, раз он получил за этот грех наказание здесь, на земле, там в будущем мире ему вот в этом никаких претензий не предъявляется. Потом заметьте, как Бог поступил с Давидом. Давид согрешил, и Бог с ним поступил очень жестко. Отсюда выработалась такая поговорка, что праведников Бог отслеживает вот эти вот грехи на толщину волоса. Что если вы идете где-то на компромисс, Бог это, как бы сказать, не прощает. Припоминает вот эти все мягкие комбинации, и человек со ступающим сердцем не тверд во всех путях своих. То есть, с Богом компромиссы вот в этом направлении не стоит делать. И это все, да, народное поверье, его нельзя доказать и поставить на полку среди других фундаментальных доктрин. Однако, давайте посмотрим, что пишется в Новом Завете. 1 Петра 4.15 Только бы не пострадал кто из вас как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. То есть, страдания в этом мире за Бога, это хорошо. А вот страдания за грехи, это менее престижно. И увидел, что здесь в Откровении 20-й главе написано, что люди будут судимы мертвые по написанному в книгах. Здесь вот вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение. Так, чтобы вы могли перенести 1 Коринфянам 10.13 1 Петра 1.17 Если вы называете Отцом того, который нелицемерно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. Вот еще какой аспект получается. Значит, в 1 Коринфянам 5.5 вот такое место. Павел говорит об отношении к согрешившему. Отлучение от общения. Отлучение сделавшего такое дело в собрании вашем во имя Господа нашего Ишоа Мессии, общее с моим духом силой Господа нашего Ишоа Мессии, предать сатане во изнемождение плоти, здесь на земле, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Ишоа Мессии. Обратите внимание, мы когда относимся, что такое церковное наказание, это значит не общаемся с человеком, ты не из нашего муравейника, с тобой разговаривать не хочу, показать, что ты не такой. Здесь Павел говорит о мотивации таком, что я их предал, чтобы у них были проблемы с сатаной здесь, в этом мире, для того, чтобы дух был спасен и там в будущем мире он оказался среди избранных. Вот тут вот немножко наши взгляды на отлучение от общения, от церкви немножко разнятся. Нам не раз приходилось сталкиваться с тем, что люди видят в Библию то, что им хочется, и из этого я не прошу вот в эту новогоднюю сказку верить. Ни в коем случае не отказывайтесь от того, что вы уже знаете, что подсказывает ваш духовный опыт. Кровь Мессии говорит на суде громче, чем все наши грехи. Но прежде чем забыть новогоднюю сказку, давайте послушаем следующую историю. Евангелие от Луки, 16 глава, с 19 стиха. Ешо рассказывает такую историю. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, отнесен был ангелами на лона Авраамова. Умеры богачи, похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои и увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И Вазапеев сказал, отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы мочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь пламени семь. Но Авраам сказал чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злой, ныльный же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх того, между вами и нами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. Тогда сказал он, так прошу тебя, отче, пошли вы в дом отца моего, ибо у меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения. Авраам сказал ему, у них есть Моисеи и пророки, пусть слушают их. Он же сказал, нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к вам, к ним покаются. Тогда Авраам сказал ему, если Моисеи и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверь. Давайте обратим внимание вот на что. Во-первых, обычно эту историю называют притча о богаче и Лазаре. Давайте заметим, что она так названа в подзаголовке, и это не библейское название. Это история, фактическая история, которой Ешо нам рассказал что-то о том мире, в котором мы не можем видеть. Это не притча, потому что в притчах всегда есть текст, и такую-то притчу присовокупил он. Или дальше следует истолкование. Вот истолкование притчи о сеятеле. Здесь такого нет. Ни в одной притче не используют имена собственные. Здесь Ешо называет человека по его имени. Лазарь. Он не упоминает имени богача. Вероятно, даже присутствующие могли его знать. Он его не упоминает. И так это фактическая история. И эта фактическая история ложится очень здорово на вот эту новогоднюю сказку, которую, вероятно, знали слушающие. И вот эта фраза прямо так отсюда, из поверий на то, что происходит на Новый год. Где она? Но Авраам сказал Чада, вспомни, ты получил уже доброе в жизни твоей. То есть, твой счет, твоих добрых дел, ты уже получил при своей жизни. Расчет закончен. Сейчас тебе не положено даже одной капли воды. Внимание! У счета Лазаря он уже получил злое. Он уже получил злое. Все злое он получил в этой жизни. И сейчас, вместе с Авраамом, он что? Он здесь утешается, а ты страдаешь. Вот такая раскладка. Что еще? Давайте вспомним. Есть такая еврейская поговорка, как человек себя сохраняет, так Бог ему и помогает. То есть, если мы стараемся, то Бог помогает. Насколько мы стараемся. И с вот этим раскладом мы знаем, что Бог делает еще последнее такое страшное предупреждение в жизни. Дает, например, история с Навуходоносором. И он видит во сне дерево. И что-то делает. Винтик какой-то может повернуть и покаяться. Мы упомянули о Валтасаре, к которому Бог действительно обратился. Сказал вот эта фраза. Мене-мене текилу парцин. И у него, очевидно, было время для покаяния, которое он не использовал. И он погиб в тот же самый день. Некоторые люди говорят, ну, если бы у меня было что-то такое, вот сверхъестественное, как и им, вот тогда бы я покаялся, исправил свои пути. И в таком случае будьте осторожны. Обратите внимание на автокатастрофы. Бог говорит через автокатастрофы. Например, библейская история про Валаама. Когда он был на своем пути, его транспортное средство потеряло управление, врезалось в забор. Он чудом из этого вышел. Хотел, да. Бортовой компьютер сказал, такое же не бывает обычно. Это вот так вот и произошло. Обратите внимание. Другая история с дорожно-транспортным происшествием. Савл по дороге в Дамаск. Внезапно что-то с ним произошло. Он упал со своего транспортного средства. И это пошло ему на пользу. Он использовал эту ситуацию. Он покаялся. Но это было, видите, довольно такое вот жесткое проявление того, как Бог говорит и дает свои последние предупреждения, что счет твой на этой земле подходит к концу. И есть история. Помните, мы говорили о бесплодной смоковнице. Бесплодная смоковница положили, как Иоанн говорит, положили топор у основания дерева, чтобы дерево понимало, что ее дни в этом мире кончены, если она не будет приносить доброго плода. И это работает с деревьями. Ну, в моем случае это работало. Я об этом рассказывал. Вот. И, ну, что еще? Я все-таки должен оговориться, что это учение было придумано до прихода Мессии. И мы с вами обычно спасаемся по вере в его спасительную кровь. И, пожалуйста, не пытайтесь применить эту систему в том, чтобы быть записанным в книге жизни. Надо быть записанным в книге жизни у Агенса. Есть история про одного мудрого ученика, Талмид Хахам. Да, сообразительный, расторопный ученик. Однажды все вот так вот рассчитал и понял, что для того, чтобы искупить его грехи, нужно жениться на жене со сварливым характером. Если у него здесь вот такие вот трудности будут, то он уже гарантированно окажется в небесах. Он специально навел справки, сведения, нашел такую девушку, на ней женился. И через два месяца смотрит. Вот очень она покладистая и послушная. И он растерялся. И спрашивают, вот в чем дело? Вот мне говорили, что ты вот такая-то и такая-то. А на самом деле я вижу полное послушание. Вот скажи, в чем тут дело? И она ему так и ответила. Я знаю, что ты женился для меня только для того, чтобы избежать ада. Так вот, знай, что я тебе такой радости не предоставлю. Не всегда эти расчеты, наши расчеты работают в том, как мы и планируем провести вечность. Всего доброго. До свидания. До свидания.